Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на реальную проблему, которая существует, но на которую вообще никто фактически не обращает внимания. Это бомжи, люди без определенного места жительства. Сейчас я расскажу вам две очень реальные истории, которые лично коснулись меня и мои подруги. Мы лично знали двух этих людей, двух бомжей, истории трагические этих людей. И хочется, чтобы все-таки, наверное, люди понимали, что люди, которые оказываются на улице, это не всегда те люди, которые хотят так жить. А просто потому, что вот так вот складывается ситуация. Первая история о человеке, который на данный момент проживает на даче, в городской черте, города Днепр, где дача моей подруги, Надя, она ходит туда кормить котов. Живет он на брошенной даче, в сарайчике, два квадратных метра. Моя подруга его кормила полгода. Ну, вот маленький домик, в котором он жил, кстати, не одна. Она его там кормила, ему там просто разрешили жить в этом домике, потому что домик, в общем-то, не ей принадлежал, принадлежал другим людям. Разрешили ему там поселиться. Ну, вот он, в общем-то, вот так вот все там похерил, что, в общем-то, посреди мусора жил. Люди ему там приносили тоже кое-какую еду. Ну, вот подруга моя попросила его однажды вынести за собой тот мусор, который накопился в домике 2х2, в котором он жил. Ну, в общем-то, он отказался. Все было, в общем-то, нормально, пока было тепло. Ну, вот пришли холода. Домик такой, скажем так, неприспособленный. Под отопление, вообще под проживание. Естественно, что ударили морозы, стало холодно. И вот, в общем-то, все, как говорится, закончилось так, как закончилось. Пришла моя подруга кормить котов, он попросил воды. Не вставал 4 дня. Моя подруга вызвала скорую. Врачи отказались вытаскивать его оттуда. Ну, вот так вот. И моя подруга вызвала МЧС. Ну, в общем-то, к слову сказать, надо сказать, отдать должное МЧСникам, потому что они приехали. Вот 4 МЧСника на носилках занесли его в скорую. Отвезли в больницу, положили в неврологию. Ну, скажем так, писал он в баночку. Моча у него была черно-красного цвета. Ну, очевидно, что он там все подмороженный на почке. Ну, вот, не знаю, через неделю как бы врачи посчитали, что ему стало лучше. И его, в общем-то, выгнали из больницы. Ну, вы должны понимать, что людям, наверное, да, у которых нет денег, нет средств, в общем-то, ну, никто их лечить не будет. Просто там лежал. Просто там лежал. Вот он пришел, вернулся на дачу, потому что, ну, возвращаться, в общем-то, некуда. Вот эту свою 2 на 2 метра, холодную избушку. Леха снова лежит. Она опять вызвала скорую, моя подруга, помогла ему дойти до машины. Он уже задыхался, он дрожал. В больнице сделали ему укол и снова отправили его на улицу. Он шел всю ночь, всю ночь. Сказал, в больницу больше не поедет. И в приют, кстати, ему предложили ехать в приют. Он оказался тоже. Лежит, не встает. Лежит на одеяле, даже нет сил укрыться. Ну, вот, в общем-то, вот такие вот истории. Сколько он вот в таком состоянии протянет. Ну, на самом деле, история этого человека весьма прискорбна. Весьма прискорбна. И хотелось бы ее рассказать. У человека, в общем-то, была семья. Она была. Была семья. Ну, так получилось, что он остался без своей семьи. Остался без семьи. И вот это стало для него такой вот трагедией, что он остался без семьи. Он разошелся со своей супругой. И как итог, в общем-то, начал немножко деградировать. У него появились компании. И вот в одной из таких компаний появились люди, которые лишили его квартиры. И человек оказался на улице. Таких историй достаточно много. Это не какая-то сказка. Это вот реальная история жизни. Ну, вот история еще одного человека, Коли, которого также кормила моя подруга. Тоже вот пришли холода. И, к большому сожалению, Коля умер. Он отморозил себе ноги. Вызвала скорую в больницу. Казалось, там уже ехать, наверное, и смысла, скорее всего, и не было. В общем-то, истории вот этих вот людей, которые погибают на улице, они очень страшные. И мы как бы вот, мне кажется, что мы вот в обществе, мы какие-то вот черствые. А есть люди, которые реально оказываются на улице, потому что их просто выгоняют из их домов. Вот просто не хотят родственники с ними жить. Потому что, допустим, у них очень маленькая зарплата. И они считают, что они место с этими родственниками. Я знаю такой один пример. Этот человек оказался на улице. Вот так вот. И вот так вот пинком под зад. И тоже выгнали человека на мороз. Человек при минус 15. Придел по городу. Но, слава богу, он не стал бомжом. Его приютели, в общем-то, люди, его считают знакомые. Ну, хорошо, что есть где жить. А вот если нет где жить, то люди, как правило, вот оказываются на улицах. Это история, конечно, в свете того, что у нас вообще вокруг вот происходит. А война и очень много горя на самом деле вокруг. Вот пока, наверное, горе вот человека не коснется. Вот он реально чего-то не лишится. Он никогда не будет, наверное, чувствовать вот сострадание к другим людям. А сострадание заключается не в том, чтобы вы просто-напросто пожалели человека. А сострадание – это когда вы оказываете реальную помощь. Вот просто если вы вдруг увидите таких людей, то нужно, наверное, как-то предлагать им все-таки поехать в приюты. Потому что, ну, выжить на морозе, ну, вот, в общем-то, это нереально. Нереально. Ну, еще одну историю для финала хотелось бы рассказать. Касается она человека, которого я лично знала. Мужчина сам воспитал свою дочь без супруги. Супруга оставила девочку. Ну, скажем так, она любила выпить. И она вот оставила ребенка. И мужчина сам оставила фактически. Там месяц, вот там два-три было. И мужчина сам, сам полностью занимался этим ребенком. Работал на стройке. Ну, скажем так, тоже как не без греха, тоже выпивал, но как бы за девочкой заботился. Девочка выросла, все хорошо с отцом. Да, были, конечно, проблемы, но проблемы везде существуют. Но девочка была одета, обута, все. И вот, когда девочка выросла, завела своей семьей, отец ее продолжал работать на стройке, но потом переехал в село. И там вот в этом селе он однажды напился, замерз и отморозил себе ноги. Ноги, в результате ему ноги ампутировали. И вот моя подруга, скажем так, бывшая подруга отдала его в приют. В приют, где, в общем-то, он окончил свои дни. Но это история к тому, что, в общем-то, человек никому не нужен. Человек не нужен. И показательное, ну, не то, что вот она там отдала в приют. Дело не в этом. А дело в том, что она сказала. А сказала она следующее. Что он сам виноват, потому что вот он бухал и вот отморозил себе ноги. А то, что он ее в одиночку вырастил, с пеленок в одиночку вырастил, вот это она вот как бы не считает. Это не история осуждения. Это вот история и по факту о том, что люди, вообще вот люди, люди должны понимать, что, в общем-то, ну, опереться в этой жизни можно только на самих себя. А надежда, что можно опереться там на своих детей, на своих близких, эту одежду надо оставить. И просто-напросто надо понимать, что в жизни единственное, кого ты можешь опереться, это только ты сам. Субтитры создавал DimaTorzok